Всем привет! Мы команда Солик Фалича, ладно, мы будем открывать наш подарок? Это раскопки юного энтомолога. Такая вот интересная игрушка. Как написано в данной игрушке, есть окаменелый пласт. Ну что, начинаем открывать? Да. Давай, ты мне будешь помогать? Давай. Давай. Опять. Итак, мы нашли здесь окаменелый пласт, который мы будем раскапывать. У нас есть в наборе одна кисточка и одна палочка. Данный окаменелый пласт, как написано в инструкции, изготовлен из гипса. Давай как-то нибудь раскапывать. Вот так вот можно смотреть. И, может быть, мы доковыряемся на наших насекомых. Жорка старается. А-а-а. 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 Добавлю водой. Все-таки решили одеть маски, потому что данная пыль очень сильно распыляется, особенно если ее очень активно вычищать. Да, пыль стоит столбом, поэтому ребятки решили одеть маски. 40 минут копаем. Уже взяли и такое шило, потому что деревянными палочками нереально это все расчистить. Мы кого-то нашли. Это мой. Мы нашли чью-то лапку, маленькую зеленую лапку. Скажу так, профессия археолога очень тяжелая. Не первого жучка мы слили. Вроде как должно быть вот шесть жучков у нас. И божья коровка, и еще какой-то жучок. Кузнечик. Какие-то лапки там появились, вот нашли. Прямо хирурги какие-то. Мы пытаемся достать аккуратненько лапки жука. А смотри, ты видишь тут еще кто-то, чьи-то лапки, видишь, черные еще появились. У нас здесь рядом с этим жуком появился еще один. Появились еще черные лапки. Это может быть либо божья коровка, либо у нас здесь кто-то еще с черными лапками. Скорпион. Да, скорпион. Смотри его отсюда, в обидо, смотри. С этой стороны можно посмотреть, если ты приблизишь, можно будет увидеть, кто. Вон, а там вот видно, кто-то в дырке там сидит. Ну, там он вверх ногами, а если повернуть так. Итак, мы растопали кузнечика. Доставай его. Давай, давай, стойди. И у нас сразу же рядом с кузнечиком появился еще один жук. Томя, это купостная корова. Да, божью коровку мы уже почти достали. Тут остались только лапки. Но палочки деревянные нереально, да? Я смотрю, вы взяли. Палочки деревянные нет, не получится. Мы взяли даже металлическую, потому что очень жесткая эта вещь, и как ее расковыривать. Ну да, деревянная палка сразу разламывается, стирается. И снова, что в комплекте не идет ничего для защиты носа и рта, потому что так, вылетит постоянно, и, конечно, какие-то меры предосторожности нужны. Кого это мы нашли? Кузнечика, да? Да, кузнечика. Кузнечика, божья коровка. Вы нашли всех шестерых, да? Кузнечика, божья коровка. Вот это кто? Вот это. Крабрион. А это? Богомол. Это богомол. Богомол. Могу сказать, что, в принципе, игрушка довольно-таки интересная и познавательная. Это клуб. Клуб, да. Но, конечно, не для детей, а от 6 лет. И если даже со взрослыми ее раскатывать, то необходимо достаточно терпения, времени. Потому что, да, это занимает, думаю, такой большой промежуток времени для того, чтобы что-то раскопать и найти. И, конечно, упорство, усердность, терпение. Самое главное терпение. Ну, тебе понравилось? Да. Советуете другим приобрести такую игрушку? Да. Дайте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока. Я всем желаю вот такую игрушку купить. И по маме помогать. И вот такое макой метро желаю всем им купить. Мы этот вас не могли убрать. Пока. Всем пока.